Агро-отрасль является одним из основных двигателей экономики страны. Чтобы этот двигатель работал бесперебойно, нужно вовремя устранять неполадки и максимально использовать потенциал сильных сторон. Представители агротехнологической отрасли собрались на одной площадке, чтобы обсудить текущее положение дел. Предоставил такую площадку первый центрально-азиатский агротехнологический саммит. Алматинский саммит собрал в одном месте и в одно время тех, кто на сегодняшний день создает агро-отрасль страны. Причем вопросы рассматривались в трехстороннем порядке. Фермер, бизнесмен, представитель науки. География участников очень обширна. США, Малайзия, Болгария и Казахстан. Несмотря на то, что форум проводится в первый раз, размах был широкий. Это дает полное право присвоить саммиту статус международный. Организаторами масштабного мероприятия являются Казахский национальный аграрный университет, Евразийский технологический университет и агентство маркетинга для сельского хозяйства «Гринпоинт». Я, как любой маркетолог, скажу, там, где есть спрос, там есть и предложение. Потому что потребность в таком мероприятии возникла уже очень давно. Мероприятии, где на одной площадке объединятся и фермеры, и образовательные структуры, академики, профессора в агробизнесе, и бизнесмены действующие, которые уже с опытом, и стартаперы, так называемые молодые предприниматели, которые выходят сейчас только на рынок. Поэтому мы решили организовать такое мероприятие для того, чтобы развить индустрию, для того, чтобы всем показать, что сельское хозяйство – это все-таки бизнес, и им нужно заниматься, к нему нужно подходить системно с разных сторон, и нужно подходить качественно. Какие темы обсуждались на сегодняшнем мероприятии? Темы были достаточно обширными. Начиная от того, как вести маркетинг для сельского хозяйства, и заканчивая тем, как уже реальные проекты работают, используя все технологии. Кроме того, мы послушали, как государство помогает, компания малого и среднего бизнеса в развитии сельского хозяйства, какие существуют методы кредитования, какие ставки кредитования, какие существуют банковские продукты для того, чтобы фермер мог получить кредит. Мы послушали производителей, которые рассказали о своих технологиях, что они могут предложить фермерам. И мы послушали самих фермеров, которые рассказали, что они сделали. Мероприятие началось с пленарного заседания. Позже участники саммита разделились по предложенным секциям. Обсуждались государственная поддержка ВПК, технологии на службе фермера, стартап в аграрном бизнесе и другие вопросы, касающиеся агропроизводства. Спикеры рассказали слушателям о проделанной и запланированной работах, среди выступающих и гостей саммита были представители агропредприятий Казахстана, нацхолдинга «КазАгро», фонда развития предпринимательства «ДАМУ», Мясного союза, а также компании агропромышленного комплекса страны. Александр Кокарев является автором уникального проекта под названием «Городская ферма». Данная идея подразумевает работу с растениями и животными в городских условиях. Городская ферма – это та идея, я думаю, за которой будущее. Ее успешно уже используют в других странах, начиная от Европы и кончая Америкой. То есть эта ферма непосредственно находящаяся в черте города. Когда любой житель того же дома может спуститься в свой подвал и прийти, попасть буквально на ферму, самому выбрать продукцию, купить ее свежайшую и вынести с собой. Тем самым это повышается доверие потребителя, потому что он постоянно видит, что эта продукция растет, что она на самом деле экологически чистая. У меня к вам такой вопрос. Сегодня проходит первый Центральный азиатский агротехнологический саммит. Какова его практическая значимость лично для вас, для вашей организации? Для меня значимость огромная, потому что это случилось очень вовремя и прямо в том непосредственном месте, где мы находимся, это Алма-Ата. Это очень хорошо, когда мы можем обсудить и с представителями науки, и с представителями других сфер бизнеса какие-то наболевшие вопросы. Мы можем с посовщиками товаров, которые мы потребляем, опять же, обсудить вопросы, и они услышат наши запросы. Изначально, когда планировалось проведение мероприятия, организаторы ставили задачу, чтобы этот саммит был полезен. Я уверен, что сегодня мы придем к конкретным решениям и к общему решению тех или иных проблем. Меня очень радует то, что организаторы осознают дефицит такого рода мероприятий. Они понимают, что саммит нужно проводить как минимум ежегодно. Здесь, на одной территории, мы можем встретить специалистов сельского хозяйства и бизнеса. Это довольно редкое явление, которое не встречал в других странах. Сегодня спикеры и гости стараются говорить о перспективах развития агроотрасли, а также о том, как развивается частный сектор и как помогает политика правительства. Сегодня, исходя из презентации спикеров, мы видим реальную картину, которая царит на сегодняшний день. Я посетил огромное количество университетов в таких странах, как Грузия, Россия, Азербайджан, и я действительно не видел подобного рода мероприятий. Ждать изменения к завтрашнему утру не стоит. Для этого потребуется много времени, но начало уже положено. Жаркие баталии и дискуссии, которые рождались по итогам презентации, подтолкнули организаторов на мысль, что саммит должен проводиться два раза в год. Ведь очень важно успевать обсуждать все вопросы, чтобы не образовывался застой в делах. Сегодня мы видели, выступали студенты со своими стартап-проектами. Как их восприняло взрослое поколение? Ну, я уверена, что взрослое поколение, наоборот, только рада, что их дело цветет и движется вперед. Более того, те технологии, которые использует молодое поколение, к сожалению, еще не везде даже внедрены у нас в Казахстане. Их не используют даже уже более опытные фермеры и аграрии, которые работают очень много лет на рынке. Поэтому ребята, безусловно, приходят со своими новыми идеями. Более того, они приходят со своими технологиями, они приходят с новыми знаниями, которые они привезли из-за рубежа и которым они обучались здесь, в Казахстане. Они остались здесь, в Казахстане развивают наше сельское хозяйство. Я думаю, это не может не радовать, наоборот, только помогает развитию всей индустрии в целом. Хочется очень верить, чтобы эта конференция дала не только теоретические знания, но и какие-то практические знания, какие-то навыки, опыт чей-то. Как вы считаете, состоялся ли контакт бизнесменов и фермеров сегодня? Я уверена, что состоялся, потому что обычно же мероприятия, конференции, форумы, они созданы для чего? Они состоят из двух частей. Первое – это, собственно, сами презентации. И второе – это те, так называемые, кулуарные разговоры, эти бизнес-партнерства, которые заключены во время кофе-брейков, которые заключены во время обедов. Сегодня мы встретили очень много новых компаний, с которыми мы можем вести дальше бизнес. Не только мы, и эти сами компании нашли для себя и клиентов, клиенты нашли для себя поставщиков. Я думаю, что диалог состоялся. Масштаб мероприятия обширный, география участников широкая. Обсуждаемые темы весьма актуальны. Вопрос, быть или не быть, даже не рассматривается. Несомненно, быть громко, уверенно и дерзко, так же, как и команда организаторов. Мероприятие, которое не имеет аналогов, саммит призван стать мощным мотором, который выведет агросектор Казахстана на принципиально новый уровень. Спектр рассмотренных тем очень широкий. Мясное производство, животноводство, растеневодство. Также были рассмотрены новые технологии и инновации в сельском хозяйстве. Хочется верить, что данный форум станет ежегодным, ведь обмен знаниями и опытом очень важен для развития агропромышленности страны. В Карагандинской области появились первые 12 молочных кооперативов. Сейчас они уже закончили юридическую регистрацию. Пока это пилотный проект Министерства сельского хозяйства. Но уже в марте 2017 года молоко сельчане будут сдавать на заводы не по одному, а коллективно. Турецкие предприниматели намерены выращивать рис в Казалардинской области для поставок в Турцию. В Турции цена килограмма риса составляет 1,5 доллара или 500 тенге. Турецкие предприниматели намерены поставлять к казалардинским крестьянам семена риса и покупать весь урожай. Кроме того, турки готовы внедрять в местных хозяйствах свои технологии, вести взаимовыгодное сотрудничество. Причина интереса турецких бизнесменов к выращиванию риса в Казалардинской области в том, что в их стране ограничены площади зимей, пригодных для выращивания этой культуры. В Краснодарском крае импортная томатная моль угрожает посевом. Насекомое, завезенное с импортной продукцией, может полностью уничтожить помидорные посадки, как в открытом, так и закрытом грунте. Причем специалисты сообщают, что этот вредитель не брезгует картофелем, перцем и баклажанами. Избавиться от него можно только ядохимикатами. Профилактика может послужить полная дезинфекция теплиц и помещений с москитными сетками на окнах, форточках и дверях. Россия активно наращивает экспорт масел. Соседняя страна за первые три месяца текущего сельскохозяйственного сезона значительно увеличивает поставки нетрадиционной для страны продукции сельского хозяйства. Согласно статистике, приведенной экспертами, в три раза выросли поставки кукурузного масла. Страны Евросоюза активно экспортируют российское рапсовое масло. А соевое масло очень востребовано покупателями из стран Африки и Китая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин